Северный флот 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 Документ предусматривает разрешение промышленного рыболовства только в рамках региональных или супрегиональных организаций или договоренностей по управлению рыболовством. Также планируется организовать совместную программу научных исследований для изучения экосистем региона, координировать деятельность по мониторингу, контролю и надзору. Стороны намерены применять временные меры для сдерживания в будущем нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана. За первые четыре месяца этого года ямальские рыбодобывающие организации добыли 1384 тонны рыбы, что на 330 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее стабильные и высокие показатели у тазовских и шурышкарских рыбаков. Промышленным рыболовством на Ямале в этом сезоне занимаются 19 рыбодобывающих и 12 сельскохозяйственных предприятий, а также родовые общины коренных северян. В этой сфере задействовано около 2000 человек. Во второй декаде мая на Тихоокеанском флоте начинается Северный завоз, который продлится до 1 октября. Северный завоз будет осуществляться на 30 маяков и пунктах наблюдения в труднодоступных районах Японского и Охотского морей, Курильские острова, остров Беринга, Чукотку, Камчатку, Анадырь и Магадан, а также арктические пункты базирования на острове Врангеля и мысе Шмидта. Планируется доставить около 10 тысяч тонн горячосмазочных материалов, продуктов питания и грузов различного назначения. В перевозке грузов будет задействовано более пяти гражданских сухогрузов и танкеров. С наступлением холодов на Дальнем Востоке России постоянная навигация будет открыта только на Камчатку и в Магаданскую область. На Ямале появятся медицинские маршрутные карты кочевых семей. В труднодоступных районах округа врачи оформляют маршрут листы семьям о лениводах, в которых есть дети до года или беременные женщины. Это делается для того, чтобы отследить путь перекочевки и своевременно оказать медицинскую помощь. Сейчас базу формируют в Ямальском районе. Здесь живет более 4 тысяч кочевников. В карту вносят сведения о составе семьи, маршрут передвижения в зимнее и летнее время, телефоны и адреса родственников, ведущих оседлый образ жизни в поселках. Семьям сообщают номера телефонов больницы и фельдшерско-акушерских пунктов. Такие карты предложили использовать медики при Урале, где уже наработан опыт по маршрутизации кокослающих семей. Отслеживание начинается, как только женщина встает на учет по беременности. Зимой мать с новорожденным остается в детском отделении Оксаровской больницы до тех пор, пока ребенок не наберет вес до 4 килограммов. Врачи обучают молодых матерей уходу за ребенком, скармливанию, неотложной помощи, поясняют ямальские медики. Фельдшеры, работающие в отдаленных районах, рассказывают, что, несмотря на распространение сотовой и спутниковой связи, не всегда бывает просто разыскать ту или иную семью с детишками. Случается, что делать это приходится по цепочке, с помощью добровольцев из числа коренных жителей тундры. При Уральском районе до сих пор не везде доступна мобильная связь. Большинство лениводов имеют личные стада и передвигаются со склонением от маршрута, сложенного вековыми традициями и границами родовых угодий. А часть семей кочуют на территории Республики Коми. Почти три месяца с 12 мая по 2 августа в Санкт-Петербурге не наступит настоящая ночь. Ее заменят навигационные сумерки. При этом белых ночей в научном понимании термина в Петербурге не будет. Навигационными сумерками называется период, когда солнце находится от 6 до 12 градусов под горизонтом. Это время, когда не наступает полная темнота, судоводители могут различать очертания объектов на берегу, но для полноценной деятельности человека света все же недостаточно. Период белых ночей астрономы называют гражданскими сумерками и ограничивают временем, когда солнце не опускается под горизонт ниже 6 градусов. Парадокс, что именно Петербург всемирно известен как столица белых ночей и объясняется тем, что до начала 20 века шла дискуссия о границе гражданских сумерек. Были сторонники 6 и 7 градусов, победили сторонники 6. Если считать по старинке, то самыми светлыми будут ночи с 17 по 27 июня. Пиком светлых ночей станет момент летнего солнцестояния. В этом году это произойдет 21 июня в 20 часов 37 минут по московскому времени. Увидеть классическую белую ночь можно в Архангельске, Ханты-Мансийске, Якутске, Анадыре и Хельсинки.